К тебе пришло твое прозренье, прочь отступила слепота, дав нам разумное сомненье, открыв нам радуги цевита, все видел ты в едином цвете, наверное, только в голубом, а сколько их, цветов на свете, в них зло мешается с добром, придет тот день, она прозреет, прольется плач в безумный смех, в безумный крик, уже он зреет, из-за безверия, из-за грех, верзов, могу ли я спасти? Помочь ей, старуха, сейчас, не время, вон, луна, как та сияет среди ночи, так ею правит сатана, верзов, что остается мне, о боже, я сам не свой перед судьбой, кто успокоит, кто поможет, любви не надо мне другой, старуха, еще восходит в небе солнце, еще есть брат, сестра и мать, любовь жива, послушай сердце, она душе твоей подстать, Зачем тебе самоубийство, сойдешь в могилу, ну и что, и грех последний не простится, и победит, к тому же, зло, сам выбирай, оставь мученье, в вопросах, быть или не быть, решает мудрость все сомнения, любить нам жизнь и не любить, старуха, крякнув, испарилась, Верзов же, верзов же, резко отступил, там что-то снова засветилось, дойти, хватило бы мне сил. Исповедь, глава десятая, совсем застенчива, красива, как всеми признанная мисс, взошла на сцену и стыдливо, нам осень справила стриптиз, вновь оголили торс каштаны, снял фраг бесшумный и орех, и, воспрятавшись в фонтаны, прикрыли брызгами свой грех, под золотистым покрывалом, вдруг оказалась вся земля, Туманы встали у штурвалов, качнули мачты тополя, вновь бредят рифмами поэты, целуя каждую слезу, поют печальные сонеты, ветра, присевшие в саду, кому вдовой, кому невестой, стучится осень в каждый дом, и с грустной радостью известной, нам тихо шепчет о былом, Уже гирлянды винограда, отжаты прессом, есть вино, шумит крестьянская награда, согреет зимушку оно, в подвалах, разная закатка, повидло, джем, фруктовый сок, живем мы бедно или богато, ответит юг или восток, Бывают годы урожая, куда ни глянь, моря зерна, уйдет зима, морозом жаля, перегорит в земле стерня, звенят замки в пустых амбарах, все ищут щель, ну где ж она, щель, в ресторанах, пабах, барах, хмельна головушка, хмельна. Усердно думают министры, откуда этот беспредел, смотрите, руки наши чисты, все это дьявол, дьявол съел, опять пакеты заседания, живот бурлит не от добра, министрам скажут до свидания, их выгонять давно пора, гудит волна народной смуты, еще мгновень ей, искра. Ждет дьявол пагубной минуты, огонь великого костра. Чего он ждет? Чтоб, как когда-то, сестра ударила сестру, чтоб брат пошел с огнем на брата, чтобы избу придать костру. Чтоб поднималось в небо пламя, где дьявол лапы распростер, чтоб в дыме стерлась наша память, всех наших братьев и сестер. Однажды к нам в закате жизни, а, человеческий наш мозг. Он посылает в сердце мысли и задает один вопрос, зачем ты жил на этом свете, какая память от тебя? Сам пред собою ты в ответе, все скажешь сердцу, не то я. Один построил пирамиды, другой же стер их в порошок. На все имеет память виды, порою помнит и горшок. Сюда пописал демон Ленин. А в этот, пукнул, унитаз отец народов, грозный гений. Сюда ходил он и не раз. Как в небо руку, крематорий, воткнул сожженную трубу, здесь память тысячи историй слились в единую судьбу. Каким бы ни был ты великим талантом или чудаком, ты не останешься безликим, как память, помни ты о том. Верзов, в мыслях, в семье есть деньги, знаю, Ольга в салон мечтает их вложить, чтоб с чувством отданного долга могли мы с совестью дружить. И знаю я, еще не поздно, есть на Суворово места, с душой коль взяться и серьезно, салон откроет нам весна. Наш город славится ларьками, на берегу у двух морей всегда был полон моряками, да-да, идеи нет верней. К искусству тонкому призвание имеет Ольга, не беда, придет за опытом и знанием в процессе доброго труда. Спасибо, скажет ей художник, любая кисть, любой резец, любой ремесленник, сапожник найдут в салоне свой венец. Херсон оценит и достойно взойдет к вершинам мастерства, когда-то жили в нем привольно рун золотые мастера. Здесь люд служил и жил, бывалый на острие святых границ, томился смерть, и граф опалый, указ, царицы был, каприз. Эх ты, губерния родная, какой ужитницей была. В озерах синих даль степная херсонце у каждому мела. Сегодня в мыслях, завтра в деле. Для всей Суворовской в пример верзов умела, Ольга смело взялись за новый интерьер. Пока из здания развален, кроился новый силуэт, бюрократических опален не знал с сестренкой у поэт. Но презентация. И слава. Как первой ласточкой весны влетело слово Кольги Мала, пустой желудок сатаны. Не закрывались окна, двери с ухмылкой льстивой ходоки. В салон стучались люди-звери, кормились с ольгиной руки, то вдруг пожарник, то электрик, то участковый рэкетер, все проверяют вплоть до метрик, в них жаден дьявол и хитер. Верзова нет, в других заботах, одна сестренка, ну дела попала, бедная, в болото, уже как мел, лицом бела. То из кармана влево взятку, то вправо тут же могорычь, уже душа и сердце в смятку, а ты все тычь, и тычь, и тычь, и сколько их, все в кабинетах, всегда жующий аппарат. Носы их в цифрах, в буквах, в сметах, на них бы меч, или просто мат.